Бабушки старенькие. Вот все хорошо, да? Все понимают, через что прошли мариупольцы, но без тщательного досмотра через пост не пропускают. На северо-западном выезде из Мариуполя сегодня пробка из автомобилей. Военнослужащие Донецкой Народной Республики проверяют выезжающих мужчин документы, осматривают машины. Подозрительных просят снять верхнюю одежду. Националистов выдают татуировки правого сектора. Синяки на плечах, оставленные от бронежилетов и оружия. Начали выезжать только сегодня массированно. Ну, может, уже около десяти. Я не слежу. Конкретно мною было замечено восемь человек. Александр самостоятельно не может покинуть Мариуполь. Родственники везут к ближайшему медпункту. Медицинскую помощь в городе никто оказать уже не мог. Больницы с хирургическими кабинетами разрушены. Боевики оборудовали там огневые точки. Размещали артиллерию. Осколками пробиты ноги полностью. От осколок. При каких обстоятельствах произошло это? Попадание снаряда в здание. В таком состоянии сейчас 23-й микрорайон улицы Солнечная Мариуполя. Народ идет со стороны складов. Их открыли. Народная милиция. Люди пытаются взять как можно больше провизии. Последние три недели они провели без еды, воды и отопления. Груда обломков и окутавший развалины дым. Все, что осталось от городского драматического театра. Такие кадры появились в социальных сетях накануне. Националисты попытались обвинить в ударе российские войска. Их заявления хором стали тиражировать западные СМИ. Впрочем, жители, которым удалось вырваться из города, прямо это опровергают. Они рассказали, что здание взорвали отступающие радикалы. Они просто приезжали, ставили танки. Мы прятались, чтобы нас не постреляли. Отходя, они бомбоубежище драмтеатры разбили. Отходя просто-напросто. В российском Минобороны отметили, никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в этом районе российская авиация не выполняла. Город до сих пор отрезан от внешнего мира. В центре идут бои. Мобильная связь и интернет не работают. Люди, увидев камеры, журналистов пользуются случаем и передают родственникам послания. Здравствуйте, меня зовут Ольга. У меня есть родной брат в Казахстане. Он смотрит телевидение российское. Там ребенок. Я хочу, чтобы он знал, что мы живы. Мы просидели неделю в погребе. Соседи разбомбило всех. Они даже не вышли из домов. Нас пошло, что мы были в подвале. Один есть брат в Севастополе. Мой брат, близнец. Юра, привет. Все живы. В Володарской поселковой школе оборудовали пункт временного размещения на тысячу человек. Здесь тепло. Люди заряжают телефоны от генераторов. Военнослужащие Южного округа готовят для них пищу в полевой кухне. Каша гречневая с мясными консервами. Светлана пряталась в подвале этой школы, когда в Володарском районе было небезопасно. Сейчас она волонтер в пункте временного размещения. Разношу людям и убираю за ними посуду, одноразовые столы вытираю. Здесь же ведут статистику всех эвакуированных. Людей размещают в автобусах и вывозят в подконтрольные ДНР территории или в Ростовскую область. Олег Лавров и Вячеслав Эмилютин. Телеканал «Звезда». Продолжение следует... Продолжение следует...